Вопрос о продаже центральной аптеки Сургута повис в воздухе. Есть мнение, что сейчас муниципальное предприятие нерентабельно, а значит тратить средства городского бюджета на него смысла нет. Но не все эту позицию разделяют. В аптеке не просто продают лекарства, их здесь создают. В ситуации разбиралась Екатерина Нефедова. Постоянными клиентами центральной аптеки являются молодые мамы и пенсионеры. Именно им чаще всего нужны препараты, которые изготавливают по рецепту врача. Это кремы, мази, порошки для приема внутрь и другие лекарства. Только с начала года рецептурный отдел обслужил около 4 тысяч клиентов. У нас есть рецепты, которым по 20 лет, которые лечатся только этим препаратом. Испробовал много из заводских препаратов, возвращается все равно к этим. То есть эта деятельность востребована, но она не широкая. Она востребована очень узкого круга клиентов, пациентов, скажем так. Поэтому она очень сложная именно в генерации прибыли. В 2019 году администрация города уже пыталась избавиться от затратной аптеки и ликвидировать ее. Однако депутаты Сургута тогда отстояли уникальный магазин лекарств. Правда, аптеке пришлось переехать с просторного помещения на центральной улице в небольшой отдел. Депутатский корпус в тот момент активно поддержали идею сохранения рецептурно-производственного отдела. Обращаю ваше внимание, это очень важно. Именно рецептурно-производственного отдела. Акцент на производство председатель Сургутской думы делает не случайно. Понимая востребованность и эксклюзивность данной услуги, аптеку решили сохранить. Но у монеты есть и другая сторона. Производство обходится городу недешево. Годовой оборот средств в центральной аптеке порядка 30 миллионов рублей. Очень большие затраты в этой деятельности. Большие коммунальные платежи, содержание дорогостоящего оборудования, персонал, который делает, который контролирует все, что мы готовим, контролируется тут же. Поэтому эта деятельность все-таки очень затратная. Вопрос с центральной аптекой до сих пор не решен. Ее руководство надеется на продажу рецептурного отдела частнику. А сургутские чиновники совместно с депутатами до сих пор не пришли к общему решению, а сможет ли предприятие существовать самостоятельно.